В День народного единства В День народного единства В этом году День народного единства объединил сразу три темы. По поручению главы региона 2019 год был объявлен годом национального единства Ульяновской области. Кроме того, 2019 год – это год театра в России, а наступающий 20-й год в регионе – год молодежи. Каждый день мы занимаемся самым любимым своим делом. Мы репетируем и ставим спектакль, который поднимает в своем содержании самые разные темы, в том числе и единение, объединение людей. После митинга и торжественного поднятия российского флага празднование переместилось во дворец Дружбы народа в губернаторский. Члены общественного движения за народную песню встретились с губернатором. Я хочу вас искренне благодарить за то, что вот за эти почти пять лет мы с вами создали движение. Первое в Российской Федерации. Никто, а мы с вами. В общем-то, наверное, так, как и полагается. Спасибо огромное о том, что у нас в результате этого огромного движения появились и новые хорошие интересные проекты. Вчера мы только с вами увидели поющую Россию. День народного единства – это праздник, призывающий вспомнить важнейшие исторические события и напомнить гражданам многоциональной страны о важности сплочения. Одной из главных связующих звеньев культурной памяти считаются народные песни. И главная цель сегодня – их сохранение. За свои задачи это движение ставит сохранение того музыкально-песенного материала, который создан на протяжении огромного количества лет. И ни для кого не секрет, что песня – это история нашей страны. Мы рассказываем о ней, мы рассказываем о героях нашей России, о достижениях наших, просто про русские березки рассказываем. И для нас очень важно, что молодое поколение не забыло вот этих песен. Сегодня в регионе насчитывается более 30 национальных общественных объединений, среди них 17 автономий. Большая работа ведется по сохранению родных языков, культуры, обычаев и традиций. На сцене глава региона поздравил всех жителей с праздником, а людям, внесшим особый вклад в межкультурный диалог, вручил медаль за дружбу народов, благодарственные письма и адреса. А еще, дорогие друзья, сегодня замечательный подарок Сергей Иванович нам сделал. Начался ремонт Дома дружбы Полинина 95. Спасибо огромное, милицкий партнер всем, спасибо дворцу дружбы, которые сегодня так поддерживают и так развивают национальные культуры. Человек, не помнящий своей культуры, он не способен творить будущее, а мы смотрим в будущее России. В праздничный день в губернаторском развернулась масштабная праздничная программа «Мы народ одной страны». На главной сцене выступили ведущие творческие региональные коллективы и приглашенные гости. Исполнитель на народном инструменте «Хамос» Георгий Слепцов из Якутии и государственный ансамбль Республики Беларусь «Песниры». Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ.